И в этом контексте любопытно посмотреть на лидеров нормандской четверки. Казалось бы, в очередной раз о выполнении Минска, но все не так просто. Взгляните, лидеры стран четверки подтверждают свою приверженность Минским соглашениям, причем во всей полноте этих документов. Речь идет не только о безопасности, но и о политических, гуманитарных и социально-экономических пунктах. А это, кстати, как раз тематика в том числе и Вадима Черныша. Та тематика, на реализацию которой государство почему-то средств практически не выделяет. Почему государство выделяет так мало средств на помощь внутренним переселенцам? И реально ли государству привлечь в ближайшие годы еще десятки миллиардов от международных доноров? Обсудим с Юрием Бойко, лидером оппозиционного блока, сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Юрий Анатольевич, спасибо, что пришли. Вот вы как прокомментируете вот эти цифры от Черныша? Вынужденных переселенцев полтора миллиона, но получается, что государство может помочь только им какими-то копейками. У нас нет денег или что-то не предусмотрели? У нас действительно полтора миллиона людей, которые начинают свою жизнь с нуля. Они разбросаны по всей стране. Они находятся от Донецкой и Луганской области до Закарпатской. По разному количеству, от 200-300 тысяч Донецкой и Луганской до 3-5 тысяч на Западной Украине. Каждая область. И это в сумме полтора миллиона. Что сегодня сделало государство? Государство им дает социальную помощь 800 гривен, а вся остальная помощь, о которой идет речь, 3 миллиарда, это действительно деньги международных доноров, которые помогают нашей стране. Государство само выделило только 60 миллионов гривен. Это безобразно мало. Поэтому в парламенте сейчас находятся 4 законопроекта, которые охватывают помощь этим людям, переселенцам. Первое. Это возможность им голосовать. Они лишены сейчас этого права. Возможность брать их на очередь, те, кто имеет право, матери-одиночки, инвалиды. Это восмещение материального ущерба от потерянного жилья и имущества. Примерно 30% из них потеряли все. Даже некуда возвращаться. И помощь студентам, переселенцам. То есть эти законопроекты находятся в парламенте. Один из них попал уже в порядок дня на этот четверг. И мы надеемся, что он будет проголосован. Потому что на прошлой неделе голосовался законопроект по переселенцам. В среду, когда парламентария не было в зале, но фракции его поддержали, просто не хватило людей. Мы видим, что парламент проникся наконец-то проблемами. И я надеюсь, что эти законы будут проголосованы. И люди действительно получат поддержку. Пока ее крайне недостаточно. Хорошо. А какой она должна быть? Вот если говорить о реальных потребностях переселенцев. На какую сумму государство нужно рассчитывать ежегодно? Какую сумму нужно выделять? Смотрите, самое главное, что нужно сделать переселенцам, надо дать возможность им вернуться домой. Для этого надо выполнить то, о чем говорит нормандская четверка. Выполнить Минские соглашения. Дать им возможность вернуться в свои дома. 70% из них по нашим расчетам готовы вернуться домой. И проблема эта закроется. На месте уже будем помогать. Остальные 30% они потеряли все. Им некуда ехать. Они растворились по территории страны. И нашли там себе жилье. Нашли работу. И они уже не вернутся. А 70% вернутся. Так вот, для начала, и самое главное, надо остановить войну, чтобы они вернулись домой. Если брать по помощи, сколько разрушено домов, то по обеим областям более 6 тысяч домов разрушено. На квартирных и частных. Вот такая цифра разрушений. Конечно, колоссальная работа еще предстоит по восстановлению этого всего. Следующая пленарная неделя. Чего вы от нее ждете? И какие вопросы, на решение каких вопросов рассмотрений будете настаивать? Ну, мы считаем, первое, я сказал уже о законах по помощи переселенцам. Это для нас приоритет. Второе, мы зарегистрировали постановление об отстранении от работы, исполняющей обязанности министра охороны здоровья, госпожи Супрун, поскольку большего безобразия, чем сегодня в медицине, не было никогда. И люди открыто говорят уже, что идет медицинский геноцид в стране, и просто людей уничтожают. Последняя инициатива по скорой помощи вообще не требует никаких комментариев. Этого человека надо отстранять от работы. Второе, это пересмотр бюджета. Мы считаем, что бюджет должен быть пересмотрен в части снижения тарифов и увеличения социальных выплат. По всей стране идет стон, поскольку людей просто лишают самой необходимой поддержки со стороны государства, которая была всегда, а сегодня ее нет. И отчет правительства. Мы считаем, что правительство должно отчитаться за два года работы, представить программу выхода из экономического кризиса, и если ее нет, уйти в отставку. Как вы думаете, руки у коалиции хоть до чего-то из этого дойдут? Назревает уже новый антикоррупционный скандал у нас, да? Декларации антикоррупционных активистов нужно рассмотреть. Не утонет ли Рада на следующей неделе вот в этих разборках? Ну, естественно, начнется все с декларации антикоррупционеров, причем вопросов там больше, чем ответов. Кто имеет право называться антикоррупционерами? Каким образом они получили это право? Это люди, которые сидят на западных грантах, и которые присвоили себе право рассматривать вопросы борьбы с коррупцией. И они, естественно, по нашему пониманию, должны быть первые сдать электронные декларации и сказать, что они действительно по праву честны, как и все остальные австралии. И выделять кого-то из этой когорты, в общем-то, не следует. Поскольку были разные случаи, когда один из депутатов сегодняшний, бывший журналист, претендовал на роль морального авторитета, а потом стал сам фигурантом уголовного дела, поскольку оказалось, что он не может объяснить, где он взял денег на покупку элитной квартиры. Поэтому с этого начнется. Мы считаем, что все должны быть равны перед законом, и все должны заполнять электронные декларации. Второе, антикоррупционный прокурор и все скандалы связаны с этим. Ну, здесь ситуация очень проста. Для того, чтобы бороться с коррупцией, нужна политическая воля. Все эти НАБУ, НАЗК, антикоррупционная прокуратура, прокуратура, полиция, это все инструменты. И когда они, вместо того, чтобы бороться с коррупцией, начинают бороться сами с собой, а мы видели скандалы, связанные с НАБУ, с прокуратурой, с НАЗК, когда она зарплату себе поставила руководителю бешеную там, сейчас начинается скандал с антикоррупционным прокурором. И люди это видят, и они ожидали от этих органов, что будет реальная борьба с коррупцией, они помогут ее побороть. А сейчас они видят, что они просто разбираются и борются друг с другом, а коррупция остается на том же высоком уровне, в котором она была. Более того, у нас международные организации, к сожалению, нашу страну поставили на первое место по уровню коррупции в Европе. Вот результат всех этих контор, которые наплодили, извините за выражение, которые были должны бороться с коррупцией, а на самом деле они устраивают только скандалы между собой. Ну и, к сожалению, эти скандалы на следующей неделе, мое мнение, скорее всего, конечно, понизят эффективность работы Верховной Рады еще больше. Хотя куда уже, казалось бы, понижать ту эффективность. Спасибо, Юрий Анатольевич. Вам спасибо. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, был моим гостем.